Бесплатное зерно – угроза для Запада и Украина. Чем примечателен саммит Россия-Африка? Двухдневный саммит Россия-Африка стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. Накануне встречи участие в ней подтвердили 49 из 54 африканских государств. Масштаб проходящего форума продемонстрировал нацеленность России и Африки укреплять стратегическое партнерство, невзирая на санкции, трудности с логистикой и колоссальное давление на африканские государства со стороны Запада. Поставки продовольствия и удобрений, инфраструктурные проекты, сотрудничество в энергетике, развитие космической сферы, образовательные проекты, формирование общего информационного пространства и, конечно же, вопросы глобальной безопасности и мира в Украине. По этим вопросам Россия и африканские государства искали точки соприкосновения во время проходящего саммита. Насколько это удалось, рассказываем в обзоре Билта. Без Африки нет перспективы. В чем потенциал Черного континента? Сегодня на Африку обращены взгляды всего мира – США, Европы, Китая, Индии, Японии, Турции, стран Персидского залива и, конечно же, России. Заинтересованность в развитии сотрудничества с Африкой проявляет и Беларусь. В этом году состоялся визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Зимбабве, во время которого были достигнуты договоренности о реализации проектов в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Важно и то, что опыт позитивного взаимодействия Зимбабве открыл перед Беларусью дополнительные возможности для расширения сотрудничества и с другими странами Африки. Президент Беларуси неоднократно подчеркивал значение и роль африканского континента для всего мира. Африка давно проснулась. Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы. Здесь люди с каждым годом становятся всеобразованнее. Сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может. Без нее не может быть никакого планетарного развития. Поэтому здесь все сильные мира сего. И США, и Китай, и Россия, и Великобритания, весь Европейский Союз и так далее. Будущее за Африкой, отмечал белорусский лидер. Сегодня крупные государства готовы конкурировать за возможность присутствовать на Черном континенте. И это неудивительно, ведь Африка – это самый богатый регион мира, если говорить о природных ресурсах. Среднегодовые темпы роста ВВП африканского континента за минувшие 20 лет составляют 4-4,5% в год. Это превышает общие мировые показатели. Но в то же время огромный потенциал континента до сих пор не раскрыт, что тормозит развитие региона и не позволяет африканским странам выйти на достойный уровень социально-экономического благополучия. Страны Африки открыты к сотрудничеству, но на равноправной основе. Они готовы поделиться своими богатствами, но также рассчитывают, что иностранные партнеры, более продвинутые в экономической, технологичной и научной сфере, окажут помощь африканскому континенту в развитии его потенциала. И в этом плане России есть что предложить. Если хочешь идти далеко, иди вместе. Что сближает Россию и Африку? Обращаясь к участникам саммита, президент России Владимир Путин вспомнил известную поговорку «Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, иди вместе». Он подчеркнул, что Россия готова рука об руку с африканскими государствами работать на перспективу. Выстраивать стратегическое взаимодействие и партнерство. Ведь развитие отношений с Африкой – это один из приоритетов внешней политики России. Путин также заявил, что Москва готова поделиться с африканскими странами интеграционным опытом по линии союзного государства Белоруссии и России. Кроме этого, РФ заинтересована во взаимодействии между Евразийским экономическим союзом и Африканской континентальной зоной свободной торговли. В сотрудничестве с Россией в полной мере заинтересованы и африканские государства. Однако на Черном континенте уверены – нынешний масштаб партнерства между Россией и странами Африки не соответствует его потенциалу. На это, в частности, обратил внимание председатель комиссии Африканского союза Мусафаки Мохаммад. «Африка – это более 30 миллионов квадратных километров территории и около полутора миллиардов человек населения. И в то же время это континент, где не хватает инфраструктуры. У нас мало автомобильных и железнодорожных дорог, электросетей, портов и аэропортов. Африка имеет потенциально самую большую в мире зону свободной торговли, но необходимо объединять наши страны и регионы, чтобы ресурсы нашего континента могли использоваться наилучшим образом», – приводит слова Мохаммад Атас. «Инфраструктура и энергетика – это обязательное условие для развития Африки», – подчеркнул представитель Африканского союза. «И Россия, будучи промышленно развитой страной с огромным опытом в транспортной и энергетической областях, может помочь африканским странам». Мохаммад напомнил, что отношения между Африкой и Россией очень давние. СССР внес вклад в поддержку движения освобождения стран Африки от колониализма, потом – от апартеида. Советский Союз подготовил тысячи специалистов – мужчин и женщин в разных областях экономики, и некоторые из них продолжают работать в Африке. Глава Африканского союза Азалия Сумани заявил, что Россия является важнейшим партнером для Африки. «Российская федерация была рядом с Африкой при решении всех проблем, с которыми столкнулся континент. Российские инвестиции обеспечили подъем в ряде стран Африки. Мы глубоко за это признательны», – сказала Сумани. Со многими африканскими странами Россию сближает и приверженность к традиционным ценностям. Об этом напомнил патриарх московский и всея Руси Кирилл, который принял участие в саммите. «Россия никогда не рассматривала африканский континент как пространство для извлечения прибыли или объект для колонизации. Россия никогда не говорила с народами Африки в высокомерном тоне с позицией превосходства и силы», – отметил патриарх. Наоборот, в трудные исторические моменты борьбы за независимость Россия старалась активно поддерживать африканские народы. Зерновая сделка в прошлом. А что теперь? Одной из важнейших составляющих независимости государства является продовольственная безопасность. Это хорошо понимают страны Африки, которые зависят от импорта зерна и удобрений. Поэтому во время саммита особое внимание было уделено реализации зерновой сделки. Как известно, в этом месяце Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы. Изначально данная инициатива предполагала экспорт украинского зерна нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. Однако сделка, заключенная с гуманитарными целями, превратилась в коммерческий проект. За год работы Черноморской инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровня доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судан и Сомали, пришлось менее 3% всех поставок. На это во время выступления на саммите обратил внимание президент России. Он также отметил, что ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Более того, Запад чинил препятствия и для безвозмездной передачи российских удобрений беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, удалось отправить всего две партии – 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысяч тонн в Кению. Остальное осталось в руках европейцев. И это несмотря на то, что речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны в принципе распространяться. Однако, пока Запад в стремлении навредить России бьет по всему миру, Москва готова идти навстречу и оказать помощь пострадавшим странам. В ближайшие месяцы российская страна готова безвозмездно предоставить Буркинофаса, Димбабве, Мали, Сомали, Цар, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив бесплатную доставку этой продукции потребителям. Кроме этого, в качестве гуманитарной помощи в страны Африки планируется поставить почти 300 тысяч тонн удобрений, которые были заморожены в европейских портах. Россия готова и дальше экспортировать товары в Африку, несмотря на санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортировку, логистику, страхование и проводку банковских платежей. Однако африканские страны нуждаются не только в импорте продовольствия, но и в аграрных технологиях. На это обратил внимание президент России. При применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства, Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка, пообещал Путин. Национальные валюты как фактор безопасности. Что предлагает Россия? Американский доллар, который США используют в качестве санкционного оружия, становится валютой риска. В связи с этим многие государства все чаще отказываются от использования доллара в международных расчетах. Российские власти призывают африканские страны энергичнее переходить в расчетах на национальные валюты, включая рубль. Об этом, в частности, во время саммита говорил Путин. Он отметил, что Россия готова к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений. Данная система позволяет осуществлять трансграничные платежи, независимо от западных платежных систем. Это будет способствовать повышению устойчивости, предсказуемости и безопасности взаимных торговых обменов, считает Путин. Увеличить количество операций в национальных валютах хотел бы и новый банк развития БРИКС. Об этом заявила глава банка Дилма Русов, которая также участвовала в саммите. «Мы бы хотели увеличить количество операций в национальных валютах для того, чтобы укрепить рынки стран, которые входят в новый банк развития БРИКС», – приводит ее слова ТАСС. Русов отметила, что банк развития БРИКС стремится расширить свое влияние в целях развития стран глобального юга. Она добавила, что банк уделяет большое внимание развитию инфраструктуры и экономики развивающихся стран. «Для нас, для нового банка развития, это является одной из основных задач, и мы разделяем идею о том, что наша работа должна быть направлена на развитие и процветание наших народов, на устойчивое развитие, исключение угрозы бедности и голода», – отметила она. Индустриальная зона и транспортный коридор. О каких проектах шла речь? Чтобы наладить регулярные поставки российских товаров в Африку, необходима организация международного транспортного коридора. Во время саммита Путин рассказал о работе России в этом направлении. Международный транспортный коридор «Север-Юг», который мы развиваем, имеет своей целью обеспечить российским товарам выход на Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшим морским маршрутам поступать, в том числе на африканский континент. «Естественно, этот коридор можно будет использовать и в обратном направлении для поставок африканских товаров на рынок России», – заявил Путин. Он отметил, что Россия добивается обеспечения стыковки коридора, запуска регулярных судоходных грузовых линий. Открытие российского транспортно-логистического центра в одном из портов на африканском побережье было бы хорошим делом, хорошим началом этой совместной работы. Обеспечение более широкого охвата африканского континента прямым авиасообщением считается очень важным. «Участие в развитии африканской железнодорожной сети – это те актуальные задачи, над которыми мы предлагаем нашим африканским друзьям вместе поработать», – заявил он. Кроме этого, Россия рассчитывает на запуск в ближайшее время российской индустриальной зоны в районе Суэцкого канала в Египте. Уже в 2023 году планируется начать строительство первых производственных мощностей. В дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке. В целом, как отметил Путин, углубление российско-африканской промышленной кооперации сегодня приобретает особое значение. Российская продукция, в том числе автомобили и строительное оборудование, пользуются большим спросом в Африке. Космос и мирный атом. Какими технологиями готова поделиться Россия? Будучи одним из лидеров области информационно-коммуникационных технологий, Россия готова делиться с государствами Африки наработками в сфере информационной безопасности, искусственного интеллекта и цифровой экономики. Россия также предлагает партнерам в Африке сотрудничество в области спутникостроения, пусковых услуг и пилотируемой программы. Создание наземной инфраструктуры для дистанционного зондирования Земли может стать стартом для развития космической программы. Для Африки особое значение имеют энергетические проекты. В настоящее время в различной степени проработки находятся более 30 энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал Бурунди, Зимбабве, Кению и Руанду потенциальными партнерами России в атомной отрасли. Россия и Зимбабве уже подписали межправительственное соглашение об использовании атомной энергии в мирных целях, сообщает ТАСС. «Росатом» также готов обеспечить электроснабжение африканских стран с помощью плавучих атомных электростанций. В Марокко «Росатом» будет сотрудничать в отрасли опреснения и водоподготовки, соответствующий меморандум подписан на форуме. Документ призван помочь в решении проблемы нехватки питьевой воды. Кроме этого, «Росатом» готов поделиться с африканскими странами уникальным опытом в области неэнергетического использования мирного атома, в том числе в медицине и сельском хозяйстве. Но в основе технологического процесса всегда стоит качественное образование. Важно не только делиться технологиями, но помочь в подготовке квалифицированных кадров. Во время саммита заявили, что Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов, а также помогать Африке в развитии общего и среднего профессионального образования. Москва также призвала к формированию общего информационного пространства России и Африки, в рамках которого российской и африканской аудитории будет транслироваться объективная информация о событиях в мире. Российская сторона планирует развивать сотрудничество с африканскими странами в сфере массовых коммуникаций. Все нуждаются в мире. Что говорили на саммите об Украине? Во время саммита уделили внимание и украинскому вопросу. Ранее африканские страны выступали с мирной инициативой по урегулированию конфликта. Делегация государств Африки посетила Киев и Санкт-Петербург, сложив план мирного процесса в Украине. Обсуждение мирных инициатив продолжили в рамках проходящего саммита Россия-Африка. В частности, состоялось совещание, в котором приняли участие президенты Египта, Каморских островов, Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. В сообщении официального представителя главы Египта говорилось, что участники совещания подтвердили поддержку усилий по урегулированию украинского конфликта. Также обратили внимание на последствия данного кризиса, которые оказывают серьезное влияние на экономику стран Африки и международную безопасность. Глава Африканского союза Азалия Сумани заявил, что страны Африки вместе с Россией готовы искать пути урегулирования ситуации вокруг Украины. «Мы должны быть вместе с Россией, чтобы искать решения, которые стало бы приемлемым как для России, братской страны, но также для государств Африки и всего мира», – приводит его слова ТАСС. Президент ЮАР Сирил Ромапоса отметил, что конструктивное взаимодействие и переговоры должны привести к завершению конфликта между Россией и Украиной. Президент Республики Конго Дениса Сунгеса призвал к окончанию конфликта в Украине и отметил, что африканская мирная инициатива заслуживает пристального внимания. В свою очередь президент России заявил, что относится с уважением к мирным инициативам африканских стран по разрешению кризиса в Украине. Он отметил, что украинский кризис является острой проблемой. Путин подчеркнул, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Москва не может их навязывать. Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры, напомнил Путин. Шантаж терпит провал. Чем отличается подход Запада и России к Африке? Взаимодействие России и стран Африки вызывает очевидное раздражение на Западе. На это обратил внимание посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Действительно, американцы, особенно в последнюю неделю, предприняли многочисленные усилия для того, чтобы как можно меньше африканцев приехало к нам в гости. Однако саммит стартовал, идет успешно, и это, не скрою, вызывает серьезное раздражение в Вашингтоне, цитирует дипломата ТАСС. По словам Антонова, в США пристально наблюдают и ожидают, какие будут итоги саммита, что произойдет, получится ли у России сделать решительный рывок в развитии отношений с африканскими государствами. Он отметил, что уже пообщался с коллегами из африканского дипломатического корпуса, и они, по его словам, очень позитивно оценивают те усилия, которые предприняла Россия, чтобы встретить гостей. Особо отмечают то, что российский президент находится в постоянном контакте с гостями. Отмечают коллеги бережное, уважительное отношение к гостям. И самое главное, что Россия дружит не против кого-то, а ради процветания и дружбы африканских государств и Российской Федерации, подчеркнул посол. Между тем, представитель МИД России Мария Захарова на полях саммита рассказала, что на Западе угрожали африканским государствам отказами в поддержке по линии МВФ за сотрудничество с Россией. Однако Африка не поддалась на провокации. В связи с этим Захарова отметила, что африканские страны помнят, какую роль в истории сыграл Советский Союз и какую Запад. Если первый, приходя в Африку, оставлял после себя заводы, фабрики, дороги, инфраструктуры и энергетику, то второй лишь все забирал. О том, что попытки Запада сорвать проведение саммита Россия-Африка провалились, заявил и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки замглавы МИД Михаил Богданов. «Мы ничего не навязываем. В отличие от Запада, мы уважаем суверенное равенство государств, как закреплено в уставе ООН. Африканские друзья помнят нашу помощь в обретении независимости и государственности. И нынешнее состояние наших отношений – это реальные дела на принципах взаимности и равноправного диалога», – отметил Богданов. Исполнительный директор медиа-центра Уганды Авона Апунда заявил, что шантаж из стран и западных стран терпит провал. Он отметил, что Западный мир будет пытаться шантажировать те страны, которые приняли участие в мероприятии. «Они не будут давать вам визы, кто-то даже может потерять работу. Если вы работаете в своих странах с правительством, которые поддастся этому шантажу. Но я полагаю, что все мы убеждены, что речь идет о той схватке, которую мы обязаны выиграть», – добавил он. Примечательно, что российско-африканский саммит прокомментировали и в Евросоюзе. Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали заявила, что выбор участвовать в саммите – это решение, которое принадлежит властям каждой африканской страны. По ее словам, ЕС уважает данный выбор. Однако она не применула отметить, что именно Евросоюз является самым большим партнером Африки по торговле инвестициями безопасности. В то время Россия, по ее мнению, вряд ли сможет на саммите предложить странам Африки существенное сотрудничество и помощь. В этой связи интересен взгляд экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Бывший дипломат отметила, что Россия понимает, что с африканскими странами необходимо строить партнерские взаимоотношения, а не проявлять снисходительность и благотворительность, как ООН и страны Запада. Влияние Европы в Африке ослабевает, считает Кнайсль. Страны Запада в диалоге с континентом делают акцент на проблемах миграции и сырьевых товарах, а Россия не смотрит на Африку через миграционные очки. По словам Кнайсль, роль западного присутствия на африканском континенте меняется. Это началось не вчера и не в связи с Россией, но был Китай. Также по Африке есть несколько фондов благосостояния Эмиратов, например, которые инвестируют. Есть Турция, которая очень-очень широко представлена на африканском континенте. Так что я думаю, что на африканском континенте большие перемены произойдут, будут другие игроки, цитирует Кнайсль ТАСС. Она считает, что на континенте в будущем будут иметь влияние некоторые азиатские страны. Говоря о перспективах сотрудничества России и Африки, Кнайсль прогнозирует, что эти связи будут укрепляться. Она напомнила, что Россия никогда не была колониальной державой на африканском континенте, а во времена Советского Союза развивалось сотрудничество с разными странами, особенно с Эфиопией, а также с североафриканскими государствами, такими как Алжир и Египет. Есть и наследие, и есть то, что можно развивать. Россия для Африки была скорее деловым партнером, а для некоторых и идеологическим примером, потому что было очень сильное коммунистическое движение, молодежное движение. Но сейчас новое время и новые возможности, заключила Кнайсль.